Привет друзья, с вами Мария Хлоптова. Сегодня мы начинаем рисовать пастелью, анималистику. И сегодня мы рисуем вот такого милого пушистого зайчика, простая картина, которая получится у каждого. Давайте приступим. Итак, начнем рисовать. Начинаю с простого животного, зайчика, ведь сзади. Он простой в рисовании. Я рисую на наждачной бумаге. Начинаю рисовать я пастельным карандашом. У меня такой холодный серый, 94-й цвет. Намечаю легкими штрихами стильца зайчика. Так, она слишком большая, чуть-чуть меньше. Столько я не пользуюсь. Фон я зарисую, поэтому если что-то я ошиблась, то исправляю легко. Ушки. У зайчика по пропорциям где-то половина, ну чуть больше половины толща. Макушка. От макушки ушки. Намечаю ушки. Чтобы перенести правильно вот этот угол, не ошибиться, можно смотреть на изображение, с которого мы рисуем, и переносить этот угол карандашом. Посмотрели, перенесли. Когда мы рисуем, мы больше смотрим на изображение, с чего рисуем. Так как, когда мы перестаем смотреть на изображение, мы начинаем придумывать, и у нас получается и не то, что мы хотели. Левая ушка к нам развернута. Мы увидим внутреннюю часть его. Так. Я проверяю угол наклона. Вот эта сторона ушка практически параллельная листом. Так. И заодно я смотрю, может быть, где-то мне уменьшить. Здесь у меня хвостик. Когда буду рисовать фон, рисую, может быть, где-то что-то убавлю, добавлю. Пастель достаточно такой хороший материал. У него большой потенциал, много возможностей. Заметела. Возможно, ушки чуть подлиннее. Так. Натюшку я смогу чуть поменьше. Все. На этом предварительный рисунок у меня пока закончен. Сейчас я буду набирать цвет. И для зайчика в туловище я беру светло-серый. Для светлых участков. Темно-серый. Велочки я ломаю. Мне удобнее и проще рисовать вот такими небольшими отрезками. Кусочками. Белый. Так. Черный. Теплый цвет использую для ушей. Так. И немного розового для внутренней части ушей. Так. И начинаю набирать цвет. Шерстка у зайчиков получается у него не внутри у меня в тени, а снаружи он светлее. Кладу мелочек. Плошмя. И получается грани мелочка. Легкими штрихами я наношу рисунок. Серый. Так. Серый такой получается теплый. Больше подойдет мне для головы. В тельце у меня более такой холодный серый. Так. Фон. Беленький. Очень удобно еще начинать рисунок. Закладываю в самые темные и самые светлые места. Квостик. Также лежачим мелочком. И заполняю в ней. Так. И здесь вижу, что у меня ушко надо им побольше. Но я у меня не рисовала. Немного продолжаю. Так. И дальше. Аккуратно обхожу силуэт. Силуэт. Идите. Идите. Пока. Намерия. теперь можно немного растушевать лежачим пальцем цвета которые здесь наношу черный серенький и смешиваю их у меня получается такая темно-серая подложка смахнула дальше ушки я теплого цвета беру светло-коричневый и подклантливый и кружки немного мелькает добавляю светло-серенький аккуратно наношу цвет карандаши серый теплый серо-холодный коричневый черный белый и припыленный коричневый и я уточняю детали прорисовывать начинаем лакушечко здесь таким припыленным коричневым и продолжаю уточнять краешек внутреннюю часть тоже такого теплого цвета здесь цвет мелькает по окружности ушко идет серый теплый и уточняем форму беленький уже более точно прорисовываю фон около ушек и продолжаем и продолжаем небольшими штрихами показываю короткие шерстинки и волосинки ушки немножко розового цвета розовый красиво 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 так черненький краешек ухом так черненький краешек ухом увидела цвет нарисовала здесь я с черной кромкой идет светленькая увидела показала здесь ушки есть небольшая темная складка темно-коричневый обозначила теперь переходим на кушку я еще буду возвращаться где-то добавлять пастельные карандаши когда накладываем смешивается карандаши пастельные мягкие хорошие хорошо ложатся друг на друга смешиваются периодически карандаши я постачиваю чтобы кончик был быстрый точу я здесь более короткие ворсинки к бокам они уже более длинные вот такими короткими штришками я набираю шерстку карандаш затопился сейчас подточу и теперь буду проходить рисовать такими штришками теперь я на стушу стараюсь рисовать общими массами то что здесь например справа к боку так как у нас шарик проявляется здесь мы больше видим эту белую сторону можем даже мелочком так здесь более насыщен и здесь тоже больше беленького видим и такой зайка у меня немного склокочный шерстинки я могу в разных местах показать и постепенно я буду все набирать 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 и продолжаем в том же духе периодически буду убрать черный карандаш и углублять тень глубину зайчьей шутки так и продолжаем так и так меняю белый карандаш и черный здесь такое уже однотипное действие набираю 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 внимательно смотрим на фотореференс получается 80 процентное внимание это фотореференс это фотореференс карандаш тупится поэтому я беру другой поле остренький еще можно подточить это так также взять шкурку вот острый кончик быстро восстанавливается и продолжаем где мне нужно поярче на карандаш нажимаем посильнее крандаш от нажатия не ломается все же прекрасно чем выше тем штрихи короче чем ниже тем шерстка видимый вот эти ворсинки и линейные и штрихи соответственно у нас уже будут длиннее и вот уже постепенно начинает вырисовываться уже похоже на мех на ушко посмотрел что-то можно добавить черненького здесь у меня черненькое получается пока я рисовала шкурку на спине глаза немного отдохнули я увидела что здесь можно добавить я рисую легкими штрихами так дальше черным также короткими штрихами и продолжаем периодически я немного прищуриваюсь и смотрю на свое изображение и на рефлекс смотрю все ли достаточно я набрала потом или нет и сразу видно что где добавить и что сейчас и Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Теперь черненький Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавлю DimaTorzok Добавлю DimaTorzok Добавлю DimaTorzok Добавлю DimaTorzok Добавлю DimaTorzok Добавлю DimaTorzok